Поставлены на учет, в Казахстане завершилась кампания по легализации иностранных авто. И за очередь, пару дней на очереди прошло, все без проблем прошли легализацию. Вы прямо дотянули до последнего, да? Ну да, там так получилось. Что происходило в наших спецсонах в последний день сдачи документов. Почему в Казахстан везены сотни тысяч иностранных авто? Обо всем этом в новом выпуске проекта «Специальный репортаж». Итак, к началу этой недели более 177 тысяч машин с номерами Армении, России, Кыргызстана и Грузии легализовано в Казахстане. Автомобилисты ринулись регистрировать машины в последние часы легализации. В Алматинском спецсоне, к примеру, сейчас настоящее противостояние. Продолжение следует... А.Д. не работает табло, проходите к охране сразу. Да. Табло не работает. Все хорошо. Вы его полностью надо было заполнить? Вот это все... То, что потребую не образцу, я все... Не, 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 там вот это есть. Несколько предложений. Да? Да. Понял. Завидим, за сколько? Легализация. Маконструктор массив день? Да, за все. Как много людей, сколько дней вы работаете? Я так понимаю, в усиленном режиме. Да. Казыргы вақытта усиленном жемстев жатырмыз. Адам көп келеде. Казыр. Легализация соңгындері көп кем жатыр. Какие документы проверяйте? Ну, да, там так получилось. Времени не было, плюс еще народу много. Поначалу не понимали, как это все делается. Где-то в интернете прочитали все поэтапно, как будет проходить. Нет, в целом все нормально. Сколько времени заняло в общем? У меня три. С всеми процедурами, если да, нет. У меня три, наверное. Три-четыре где-то заняло. Бұрынши этап жанары ЕГОФ порталынан, платформасынан адабрение алуға тапсырат азаматтыр. Адабрение алғанынге мәшінені сферкаға бар сферкісіне өтіп. Адабрение алғанынге мәшінені сферкаға бар сферкісіне өтіп. Адабрение алғанынге мәшінені сферкісіне өтіп. Если посмотреть, в городах-мегаполисах у нас, это в Астане, Алматы, Шумкент, в виде наплыв граждан, не то что узнав, как бы сказать, а это у нас Минтельдет, что действительно оставляем напоследок, и действительно граждане начали массово обращаться в спецсоны и подавать заявление на легализацию. У нас всегда много было. Почему? Потому что с первых дней людей очень много было. Получается, 23 января начали. Началась легализация. С этого дня уже много было. А конструкторов тоже очень много у нас. Каждый день. Получается, что Адам из Лимит пиздец. У вас спокойно сразу все пошло? Да. И так и пойдем. Сколько человек приняли? Считали? Так. Он алтмален гаджу, Адам хавлдаткус. Как думать, сегодня сколько будет примерно? Ну, Адам хавлдаткопинон кормс. Стоит отметить, что на сегодня большую часть всей процедуры легализации можно сделать онлайн. Необходимо подать заявку, вам ее одобрят. Сюда уже непосредственно в спецсон нужно приехать для того, чтобы сдать весь пакет документов, а также пройти техосмотр, где сотрудники МВД сверят двинкода на автомобиле с теми данными, которые есть в техпаспорте. Показать у него в телефоне удостоверение. Чешется. Я сдвезу. Наши изменения, чтобы остановиться заплату. Остался первичным. Значит, дальше сегменты, что это, что-то один из этого. Сегменты, 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 сегменты. Выдача. Так. И полный скан. А сейчас прервемся на небольшое пояснение. Почему возникла необходимость в легализации иностранных автомобилей? Вот как видят причины в профильном министерстве. К слову, они и были инициаторами старта этой масштабной кампании. Действительно, у нас на дороге страны, если, в принципе, невооруженным глазом можно было видеть, что много транспортных средств эксплуатируют с иностранными номерами, так сказать. Для этого президентам было поручено государственным органам разрешить эту ситуацию. В связи с тем, было принято постановление о легализации данных транспортных средств, которые были везены до 1 сентября 2022 года. Компания по легализации автомобилей, состоящих на иностранном учете, в Казахстане сортовала 23 января этого года. На тот момент в стране, даже по самым скромным подсчетам, уже находилось около 300 тысяч таких авто. Соответственно, что мы имеем на дороге? На дороге мы имеем автомобиль, который на зарубежных номерах, который в Казахстане не зарегистрирован. Соответственно, если этот автомобиль нарушает ВДД, то его не фиксируют системы электронной фиксации нарушений. Если автомобиль используется при совершении какого-то преступления, его тоже практически невозможно вычислить. Ну и понять, кто владелец этого автомобиля, чтобы правоохранительные органы свою соответствующую работу могли выполнить. Ну и, кроме того, многие из этих автомобилей ездили без страховых полисов. Что это означало? Это означало то, что если происходит ДТП с участием такого автомобиля, то с точки зрения возмещения ущерба второму участнику ДТП возникают проблемы. Это огромная масса автомобилей, многие из них не застрахованы, многие эти машины нарушают правила дорожного движения, их сложнее найти. Это создает определенные трудности. Кроме того, если на экологический класс этих машин посмотреть, многие из них не соответствуют никаким экологическим классам. Они загрязняют нашу окружающую среду. Они отработали свой срок в России, в какой-то другой стране и теперь просто доживают, уничтожая то благое, что есть у нас здесь, в Казахстане. К слову, части завезенных авто в Казахстане и вовсе под запретом. Причем последние уже лет 16. Речь идет о праворульных транспортных средствах. Последние годы они особенно популярны среди отечественных нелегальных перевозчиков. Сказывается их повышенная вместимость и надежность. У нас в стране по закону с 2007 года ввоз таких автомобилей запрещен. Соответственно, те, кто эти автомобили завозил, они сознательно шли на нарушение. Понимая, что с 2007 года в страну завозить такие авто нельзя. Ну и, соответственно, встал вопрос, собственно, что делать с этой массой автомобилей. И государство, надо сказать, оно пошло навстречу этим людям, дав возможность легализовать эти автомобили с уплатой в размере 200 тысяч тенге. Что с точки зрения общей стоимости автомобиля, можно сказать, что это символические деньги все-таки. Пошло государство и навстречу владельцам так называемых автомобилей-конструкторов. Транспортных средств, которые были везены в страну под видом запчастей. А это на сегодня еще несколько десятков тысяч авто. Это те транспортные средства, которые были завезены в нашу страну под видом запчастей. Как мы знаем, у них нет правоосстановящих документов во многих. И поэтому, чтобы решить данную проблему, было принято решение регистрировать их и ставить на граждан Казахстана. Так как они все равно, если так взять, они на улицах эксплуатируют на тех же иностранных номерах. А так, мы их будем хотя бы вести учет, знать, за кем числится, кому принадлежит данный транспорт. И было принято решение регистрировать. Но есть одно но. Мы их будем регистрировать на наших граждан, чтобы без возможности выезти за пределы Республики Казахстан. Почему это было сделано? Потому что, как мы знаем, данные транспортные средства не проходили таможенную очистку. То есть мы выпускать этот товар за пределы нашей страны, мы не имеем возможности. Ну, физически мы не должны. Чисто для внутреннего пользования. И плюс, данные транспортные средства не подлежат отчуждению. То есть продать, перепродать данные транспортные средства также нельзя будет. Но и это еще не все. Государство решило помочь и автолюбителям, которые по разным причинам до сих пор не могут снять с учета свои транспортные средства в странах ближнего зарубежья. Правда, для этой категории граждан в МВД решили ввести все-таки ряд ограничений. Третья есть проблема. Это вот транспортные средства, которые были завезены из страны ЕС. То есть это у нас Армения, Казахстан, Российская Федерация, Беларусь. С этих стран у нас есть такие транспортные средства, которые граждане не могут снять с учета в этих странах. То есть тот же самый с Россией. Машина завезена до 1 сентября, но владелец транспортных средств нынешнего, то есть казахстанец, он не может снять по тем или иным причинам с Российской Федерации. То есть действительно там прежнего владельца найти тяжело. Или же имеются какие-то ограничения, штрафы, может, возможно, залоги где-то состоит. Вот поэтому было принято решение регистрировать такие транспортные средства также на наших граждан. Это, во-первых, сделано для защиты прав наших граждан, как бы интересы наших граждан для нас, как бы, это высшее. Поэтому приняли решение, чтобы мы будем их регистрировать только тоже с одним условием, что мы их будем регистрировать на 5 лет без возможности также отчуждения и без возможности выезда за пределы РК. Что у вас за автомобиль, расскажите? Мерседес. Какой? 240-й. Неплохо. Откуда? С Киргизией. Как отреагировали, когда сказали, что вот получится легализовать? Ну, конечно же, радостно. Объясните вот тем, кто, может быть, не совсем понимает, что такое легализация, чем она хороша? Ну, тем, что ты уже можешь переоформить ее на себя и спокойно ездишь, что никто ее не заберет. И все, смело сел, поехал. Захотел в любое время, продал. Захотел, не продал. А сейчас поговорим о причинах, почему казахстанцы при желании купить авто все чаще смотрят на рынки соседних государств. Касается это как поддержанных авто, так и новых. Как выясняется, все дело в цене. Скажите, пожалуйста, откуда машина? Откуда? Арабский, да. Бюджесси. А у нас таких даже нет. Акадайка, ребят. Сейчас есть. Что по цене, если не секрет? Покупки? Да. Со всеми вытекающими 14 миллионов. А здесь бы сколько она была? Ну, не знаю, наверное, 15-16. Почему так? Потому что люди накручивают, хотят заработать. Сотрудники полиции информацию подтверждают. Через их руки прошли за последние полгода тысячи таких авто. 35, 62, 5. Конечно, ты скажи, было бы здесь дешевле, за сколько? Ну да. Вот вы как сотрудник, скажите, почему у нас такие цены? Приезжать, конечно. Вот и сотрудники полиции подтверждают, что у нас автомобили намного дороже. Даже с учетом логистики, если транспорт привезти из другой страны, и здесь его легализовать, все равно будет дешевле. Как так? Почему у нас дороже автомобили, чем? Ну, у нас таможенные сборы, первичная регистрация, утильсбор и так далее. И в результате вот и получается, что даже привезти откуда-то машину, она все равно будет дешевле, чем купить здесь. Наверное, да. Сегодня в Казахстане сложилась ситуация, когда приобрести доступный, качественный автомобиль стало намного сложнее, чем это было, скажем, лет 7 назад. Все началось с введения утилизационного платежа, утильсбора на автомобили в 2016 году. Если смотреть на статистику, именно с этого момента у нас начинают дорожать автомобили, средний возраст автомобиля растет, и обеспеченность населения на количество жителей автомобилями в личном пользовании также стала уменьшаться. Очевидно, что саму процедуру легализации большинство автолюбителей, конечно, восприняли позитивно, потому что за последние годы уж слишком много автомобилей было завезено из ближнего зарубежья. Это Грузия, Армения, Россия, Кыргызстан и так далее. Ну, и в том числе и из дальнего зарубежья. Это и Дубай, точнее, и Арабские Эмираты, Америка, Европа и так далее. Самая главная причина, почему столько автомобилей было ввезено, это, конечно, цена. Вот, например, такой автомобиль среднего класса, нам удалось поговорить с его хозяином, так он был завезен из Кореи за 16 миллионов, это с учетом таможенных платежей, логистики, самой процедуры легализации. Так вот, он стоит 16,5 миллионов тенге. Здесь такой автомобиль у нас в Казахстане будет стоить в автосалоне от 18 до 28 миллионов тенге. Разница, конечно, колоссальная. Началось все, естественно, с утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию автомобилей. Они составляют иногда порядка половины даже стоимости машины, если ее импортировать. У нас есть ввозные, таможенные, пошлиные, налог на добавленную стоимость. Также нужно обязательно получить сертификат безопасности колесного транспортного средства, если машина завезена из третьих стран. И до недавнего времени был мораторий, но сейчас снова возобновили, необходимо установить кнопку угла НАСС. То есть эти расходы, может быть, и не занимают каждый по отдельности львиную долю стоимости машины, но в совокупности они ощутимо бьют по карману. Кому-то может показаться, что некорректно сравнивать стоимость новых и поддержанных авто, а тем более сводить их ценообразование к одному фактору. Да, это так, но ценник на так называемую вторичку всегда напрямую зависит от стоимости авто из салона. Их изменения всегда прямо пропорциональны и движутся преимущественно только в сторону удорожания. Правительство говорит, что нужно поддерживать отечественное производство. Мы создали в целом в стране беспрецедентные тепличные условия для казахстанских автосборщиков, но мы не видим результат. То есть автосборщики, они какие-то плоды пожинают, сливки свои снимают, но в целом народ Казахстана, он испытывает только колоссальные сложности из-за этого. Другими словами, уже больше 10 лет в Казахстане идет активная поддержка отечественных автопроизводителей. Мотивы понятны. В стране нужны собственные заводы, это и налоги, и рабочие места. Поэтому регистрация новых, так и старых авто, которые возятся в страну, облагается множеством налогов. Также ожидалось, что одновременно это должно сделать невыгодным завозу в страну так называемого автохлама. А это бы положительно сказалось на обновлении отечественного автопарка. Однако на деле все вышло диаметрально наоборот. Мы от чего защищались, к тому и пришли. Поэтому мы с вами говорим о том, что необходимо с точки зрения законодательства этот вопрос проработать, чтобы подобных прецедентов не было. Потому что технически у людей, которые эти автомобили завозили, была такая возможность. Почему? Потому что никто не запрещал оформить страховку. Сейчас для того, чтобы автомобиль застраховать, его невозможно застраховать, не зарегистрировав его в стране. 12 января был введен в действие новый закон по исполнению поручений данной главы государства 1 сентября прошлого года в своем послании. И согласно поручениям, в этом законе теперь запрещено страховать гражданско-правовую ответственность водителей автомобилей на иностранном учете. То есть Росучет, Кыргызстанский учет, Авермянск и так далее, они просто не смогут застраховать эту машину. Если нельзя страховать, значит, нельзя ее эксплуатировать. Все. Такие машины, получается, будут вне закона на территории Казахстана. По мнению экспертов, направлен этот закон исключительно на недопущение рецидива новой волны ввоза авто на иностранном учете. Однако, что касается судьбы всего отечественного авторынка и ценообразований на нем, то тут мнения экспертов расходятся. Стоимость автомобиля, она, ну, как и стоимость на любой товар, она, в принципе, складывается, исходя из соотношения спроса и предложения. Чем выше спрос, тем, соответственно, выше цена. Чем ниже спрос, тем цена, соответственно, будет тоже ниже. Это одно. Второе. Есть факторы производственные, ну, факторы, влияющие на цену. Есть производственные факторы, есть маркетинговые факторы. С точки зрения производственных факторов имеет значение, да, локализация. Но сколько автомобиль в стране локализован, какова доля местного содержания. Вот чем доля местного содержания больше, тем, соответственно, мы имеем более стабильную цену. Почему? Потому что, если речь идет там о той части стоимости, которая у нас импортная, да, то, соответственно, здесь у нас валюта либо доллар, либо евро. Ну, валюта, в смысле, закупки там, да, машинокомплектов. И, соответственно, валютный определенный, ну, фактор, валютный риск, он влияет на стоимость автомобиля. Но если какая-то доля автомобиля, ну, там, 30%, да, в среднем у нас это, она имеет местное происхождение, то здесь валютный фактор отсутствует. И, соответственно, за счет того, что какая-то часть стоимости автомобиля имеет местное происхождение, цена стабилизируется. Среди всех положительных моментов, которым привела легализация автомобилей, и есть достаточно неоднозначные, стоит призначитывать, но сегодня рынок автомобильный в Казахстане практически встал. Количество предложений превышает фактически спрос. Поэтому сейчас весь рынок в таком немножко непонятном положении. Все ждут, как изменятся цены. Есть прогнозы, что, возможно, оценки на автомобилях упадут. Но пока этого не происходит, поэтому все находятся в таком неком ожидании. Однако отдельные модели легализованных автомобилей в цене все-таки могут вырасти. Причем в разы. Конкретные примеры уже есть. В первую очередь это касается тех самых авто, ввоз которых до недавнего времени в Казахстан был запрещен. Если мы посмотрим на одну из распространенных моделей праворульных машин, которые используются для частного извоза минивены, это Toyota Alphard праворульные. Они стоили около 5-6 миллионов рублей, извиняюсь, миллионов тенге. Достаточно качественные, доступные и безопасные. Теперь же, после того, как они прошли легализацию, их цена выросла практически вдвое. То есть до 10-12 миллионов тенге их стоимость выросла. В МВД считают, что ясность наступит в течение ближайших месяцев, когда будут рассмотрены все заявления на легализацию авто. А эта работа продолжается и после 1 июля. 1 июля мы завершаем прием на легализацию, то есть это прекращается только прием заявок. Граждане, которые успели подать заявку на легализацию до 1 июля, их заявления мы дальше будем рассматривать и после 1 июля их дальше будем регистрировать. Поэтому граждан советуем не поддаваться в панике. Если бы вы успели подать заявление до 1 июля, то дальше у вас есть шанс и время, и возможность регистрировать транспорт и после 1 июля. На сегодня в Казахстане легализовано более 190 тысяч автомобилей. В том числе на учет поставлено около 12 тысяч автоконструкторов. В МВД заявляют, что данная кампания более повторяться не будет. Государство далее не планирует создавать привилегированное положение для определенного круга лиц. Тем более, когда они сами изначально идут на сомнительный шаг. Мне кажется, уже все знают, что надо до первого подать. Мы уже везде говорили. Мне кажется, только мы как знаем, что до сегодняшнего дня транспорт, она есть. Вот эти граждане, чтобы какими-то мошенническими путями сейчас, конечно, захотят регистрировать средства. И только если они не успели подать, так как у них транспорт только едет, например. Или же граждане просто завозят. И я не знаю, что всем говорим, что продления не будет. Что, в принципе, возможно было для всех одинаково. Ну, это мне кажется честно, так сказать. А то это нескончаемо. Компания по легализации авто завершена. В разных регионах она прошла по-разному. В Ак-Тубе, Кустана и Алматы были очереди. В центральной части страны спецонно работали в штатном режиме. Поэтому, пока в МВД будут еще некоторое время рассматривать оставшиеся обращения другим профильным органам, стоит заняться вопросами ценообразования на отечественном автомобильном рынке. Это проблема, на которой не раз заострял внимание и глава государства. Субтитры создавал DimaTorzok